Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионам долларов? Ищи ответ на tifo.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Ну что же, еще раз мы говорим уже в шестой раз. Сегодня добрый день и мы с вами продолжаем наблюдать за квалификациями на International от Китая. Шестой тур и в принципе очень много матчей мы уже с вами видели, но еще также очень много матчей у нас осталось впереди. Давайте быстренько глянем и вспомним, что у нас вообще происходит в турнирной таблице. На данный момент турнирная таблица выглядит вот так. На первом месте идут LGD, Dreamtime, HGT на втором, третьем, CIS, NE, Аренда и Тонгфу по 2-2 делят четвертое место, Speed Gaming и LGD's Deck. Восьмое, девятое, десятое CNB. Так вот, LGD's Deck сейчас будут играть против команды CIS. И именно этот матч мы с вами посмотрим на параллельных стримах на первом канале CNB, HGT, на втором вот как раз у нас LGD's Deck против CIS, на третьем LGD's China, Аренда, New Element против Тонгфу на четвертом канале. Далее, начинаем смотреть матч. LGD's Deck играет у нас за Radiant, и ребята из TIS играет за Dire, но мы видим, что Тренд Протектор и Doom от LGD's Deck, ну и Dazzle, Naga от команды CIS Game. Посмотрим, что будет дальше. Keeper of the Light. Думаешь? Для Наги. Naga, Kotl, Dazzle. Ну, по-моему, очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Ну, если я не так возьму. Можно бить новый рекорд для KIS Gaming. Сколько? Не знаю, три часа. Восемь тысяч крипов, да? Три часа, да. То есть можно бить на самом деле рекорд сколько угодно, и уже считать не количество, ну, просто уже считать количество рапир, который будет в игре, потому что данные герои могут все. О LGD, интересная связочка. То есть у CEDEC у нас Тренд Протектор с пиком, и он уже контрит спидпушь Наги Сирены. Любые попытки на Харас забирать товара через иллюзии, из-за того, что ты их будешь кодцать, он будет полностью пресекаться. И теперь для KIS Gaming состоят огромные задачи. Им нужно выигрывать свой тимфайт. Причем обязательно. Но это будет нелегко сделать. Да, это будет нелегко сделать, учитывая, что у CEDEC уже два толстых героя. Это Doom и Тренд Протектор. И самое главное, это CEDEC необходимо усилить свой латгейм, для того, чтобы Нага не смогла их убить. То есть нужно то, что убивает Наг. А Наг нас убивают агильщики. Агильщики. С бутерфляем. Например, Луна, да? С бутерфляем, да. Агильщик с бутерфляем. Да, Луна с бутерфляем, но Нагу вообще, по-моему, не обещают внимания. То есть иллюзии, да. Вообще все, что у нас имеет с бутерфляем и латгейми, это агильщики. Если вот когда мы видим Наг, то многие у нас стараются пикнуть Кэрри Думой, непонятно, что с ним сделать, или там Кэрри еще какого-нибудь силовика в Рейс Кинга, да, то Нага его просто убивает на раз-два. Но если взять героя, который будет вот именно с бутерфляем в латгейме, при этом еще и с МКБшкой, который будет убивать эти иллюзии, с потенциальным бутерфляем, то Нага на самом деле слаба. И многие люди, которые думают, что Нага это сильный латгейм, они абсолютно правы. Это сильнейший макро-латгейм, который способен просто сплитпушить все и вся. Но если игра затянется и все перерастет в тимфайт 5 на 5, то у Наги остается только сон, ну, знаешь, который может в БКБ тебе помешать. И вот поэтому надо латгеймом забирать. Ну, ты смотри, как долго думал сейчас, ну вот наконец-то придумал. Да, и это наглость, я скажу. Это у тебя уже дазл Нага, ну, точнее, дазл саппорт такой слабоватый. Наги, который нужен в файл, а садек вообще не обламываются, и Акс третьим пиком. А чем плохой герой? А ничем? Пока я вижу, что вот у нас три миличника. Вот первое, что я вижу. И у меня ощущение, что если сейчас Кис возьмут себе какого-нибудь Дарксира, Тайткантра, Магнуса, кого угодно, то ты будешь их щелкать просто в драке, ставишь стенку и все, и они сами к тебе придут и убьют. Как вариант, да. Да, то есть связка на самом деле пока для CD какая-то необычная, то есть мы видим, что они каждый раз пикают абсолютно пятерых новых героев, хотя это довольно необычно. А у Кис Гейминг пока все уже хорошо. То есть Dragon Knight что? Он отлично контрит миличников. У него огромное количество армора. На 16-м уровне он вообще замедляет всю тусовку. Ему не нужно бегать со своим станом, к нему сама приходят жертвы, и при этом он всю толпу задувает своим огнем. То есть вот ДК просто конфетка. И вот он, четвертый герой. Слушай, они вот-вот-вот. Ну они шарят, да. То есть я вижу, что как бы, ну, тут уже неважно, Dark Seed или кто угодно, Timber, Timber трех героев режет у нас на ура. Помню, я была игра Альянс против Na'Vi. Альянсы взяли 4 мили героя и Виспа. Na'Vi взяли Дендику, Timber на мид, и просто Timber там делал ультра килл. Да, просто, ну тут так и будет, потому что он будет тут вырезать просто с невероятной скоростью и так далее. Ну, посмотрим, посмотрим, как сейчас. Да, у Седек дальше пикается Рубик. Понимают они, что нужен хоть какой-то мобильный саппорт, который может подцепить, который может там застанеть и сделать хоть что-то. Ну и в целом герой хороший, потому что есть что воровать. Слип Наги, что у нас там, Белла Тимбера, также у нас ульт Дазл или Грейв Дазл. То есть, ну, пока этот герой проезжает себя достойно. И по банам. Вот интересно то, что Киз забанили как раз, вот посмотри, два героя, которые убивали Нагу. Они забрали Сефа, который вообще Нагу не чувствует в лейтгейме. Там и коэлы, и ультимейт всю нахрен сбривает, и при этом демаджирует он отлично. И второй это Дваур. Дваур это, во-первых, герой, который мог прячься на центре, заставляя драться в ТФ-3. Второй это герой, который, ну, именно бонус-демаджи убивает иллюзии. То есть идут иллюзии, ать-ать, и все. И нет у нас Наги. Вариант. Так, ну что, LGD. Что надо им? Вот что им сейчас надо ласт пиком? Ну, по сути, им нужен, наверное, герой, который пойдет в мид. Им нужен герой, который даст рассказ, ну, какой-нибудь пак, хотя это тяжело. Какой-то пак против Драгонайт, а Драгонайт в виде будет играть, что захочет. Хотя я согласен, пак убьет, Драгонайт, да, какую-нибудь Акашу. Нужно, чтобы, когда прыгнул Акс, они этого героя убили. И это, обязательно нужно, чтобы это был жесткий бурст. Из этих жестких бурстов, но я вижу хороший Storm Spirit на самом деле, потому что цеплять и как-то убивать его очень тяжело, но с Аксом он более-менее начинает себя отлично комбинировать. Можно бисмастер, но бисмастер не бьет с руки. То есть нужен нюкер, который активно накручивает. Мне даже становится интересно, знаешь, такая вот игра называется. Заходишь на 2.com и угадай, какого героя возьмет у нас противник. Сейчас я посмотрю. Давай, давай, давай. Ну, Акашу и Storm Spirit пока не такие самые приятные у нас герои. Сейчас у нас взяли герокоптерики из гейм, то есть это на самом деле еще большая наглость, чем могла бы быть, и мы видим, что они не захотели делать каринагу, понимая, что Дума и Экс это уже два героя, которые, ну, что-то там иллюзию убивают. Но это нафиг, возьмем герой, который убивает всех милишников. Это герокоптер. Кулдаун в пятерых, флэгкэнн он в пятерых. Да, и расстреливаем. А забрать же им даже бегать не надо. Ну и что, я вам просто расскажу, что у нас есть Тинкер, Виндранер, Штарм Спирит, Намид Акаша. Так. Ну, давай, давай, давай. Мирана. Мирана? Мирана вообще, на самом деле, такая самая адекватная, потому что она хотя бы бьет с руки, потому что, если мы глянем на LGD Deck, у них вообще никто с руки не бьет, только Doombringer. Но Doombringer, по-моему, заводит против такого. Нага кидает одну сетку и все, Doom стоит. Потом ему кидают пилу, стандыка, там... А под пилой Doom и его количество армора. Ну, короче, да. Нужно много демеджи. Где-то нужно взять... Тимпларка еще, кстати, хороша. Тимпларку, правда, забани... Ты посмотри, какие они жесткие. Читает от Систгейм. Они забанили все, что я хотел взять. Ну, почти все. Но Black просто думает. Black просто... Хотя Jun думает. Ну, они вместе там думают. Они вместе думают. Просто раньше они все вокруг Black... Вот он демедж, вот он демедж. Вот он лютый демедж, именно тот, который нужен. Да. Но это будет Суламидморф. Да, это будет Суламидморф. И я думаю, что... На самом деле, возможно, ротации, потому что стоит ДК, и там... Хотя... Слушай, Акс может против ДК пойти. Doom может против ДК. Можно любого героя поставить против ДК. А если Морфа поставить легкую, Doom'а в мид, 3+, Аксом, Деревом и этим в этот. То Тимбер уничтожит Морфа вообще без шансов. Тимбер это такой герой, который, знаешь, вот у него есть такие герои, как Морф. Они вот миличники, а Тимбер любит миличников очень сильно. Потому что пила его режет просто на ура. Тут нас разбирает героя. Black у нас будет играть на гирокоптере. Ну и вообще, первое, что я могу сказать, классный выбор, то, что вот взяли гирочек как кэри. Все-таки он сейчас всех четырех отстреливает на ура. Тут можно паковать, не знаю, хоть шесть трапир, подождаться, пока начнется движуха, и просто отстрелять одного и второго. Да. Ну вот ждем, пока разберет. Вот герой команда LG's Deck. Ну и титр я включаю, чтобы вы его видели, как растет призовой фонд. Не по дням, а по часам. Это я напомню... Три с половиной тысячи осталось. Три с половиной тысячи, она растет. Знаешь, там сейчас китайцы все пошли наверняка делать карточки свои, научиться, как о, бёрнингу нужно на новую машину деньжат забросить. Она так думает, естественно, китайское поколение. И на самом деле, ну, многие так и ожидают. Многие понимают, что если они вот там купят, потратят там каждый по 10 долларов, да, многие, ну, как бы это немного, но для игроков, которые реально пашут там... Для них, да, это уже то, что надо. Чтобы показать качественный уровень игры. Я уверен, что когда призовой фонд будет расти так вот не только на International, а на любом турнире, то у нас настолько начнет все развиваться, что это будет просто фантастика. Ну, в натуре, когда растет призовой фонд International, то и растет сразу же заинтересованность спонсора, спонсоров в турнирах по Dota, и, соответственно, растет заинтересованность спонсора в аматорских турнирах, в развитии этих турниров, количество турниров. То есть, опять-таки, для каждого это выгодно, действительно. Да, и когда люди понимают, что у нас коммунити развивается вообще без их помощи, ну, в большей части, у нас фактически оно так и развилось. Да, что спонсоры не нужны, в принципе. Ну, то есть, мы с тобой развивали Dota, но я, как говорил, ты как амбитатор-организатор, где-то, наверное, с 5 лет назад, когда вообще ничего не было, просто был один Asus раз в 3 месяца. Раз в 3 месяца, да. И то его надо было там договориться, пробить. Да, то есть, когда-то нам говорил Димон, вот амбитатор Asus, что, ребята, если у вас будет там, знаешь, 16 команд, то я пройду для вас Asus. Теперь мы видим, что у нас там, не знаю, сколько тысяч команд вообще. Ты 3,5 тысячи на Старладдере в аматорке просто играешь. Да, это только на Старладдере, а у нас еще и куча других турниров. И это, на самом деле, фантастика. Посмотрите, что делает у нас Тимбер. Тимбер мутит потрясающую фишку, ему повезло на хосту, и вот с этой хостой сейчас реально выиграет линию. Он сейчас увел всех крипов, только нельзя далеко убегать, да, нужно обязательно в зоне вижена, и этих крипов нужно останавливать, и дерево это делает. Деревце принимает на себя удар, начинает кайтирует, при этом у нас что? У нас Акс на легкой, и, боже ты мой, ничего себе. Это, короче, жесть, как она есть, это называется, да, и мы действительно видим, что Джун завел, конечно, крипов сюда, Акс пытается тут стопить, ну, в принципе, много с этого Джун не вынесет, он вынесет в первую очередь левел, но крипов он увел вообще. Он делает, на самом деле, он продолжает вводить крипов для того, чтобы сейчас вышли вот эти крипы, он их выведет сюда, и лайн как бы будет пушиться в его сторону, то есть на самом деле этот просто потрясающий парень, он делает реально, ну, экшен, только сейчас он зачем-то... Ну, надоело ему просто ходить, походу. Зачем тогда он все это время вводил и разбивал свое лицо, я спрошу, если он хотел вот... Ну, это он просто непонятно, что он всех четверых еще заберет сейчас. Да, нет, нет, смотри, все-таки получилось немножко, смотри, вот эти крипы, они стопятся, да, правда, если бы он поступил до упора, и поумерло его. Да, 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 но все это получилось, на самом деле, все достойно, потому что сейчас у нас лайн встречается вот здесь, и теперь этого тимбера вот этим пиком вообще не достать, то есть в любой выход Рубика ты просто берешь и убегаешь, все, а аксу не может агрессировать на тебя. Любой редклик акса на тимбера, на тебя агрятся крипы, и ты кушаешь лайн в ответ, то есть я пока не приложу ума, зачем здесь акс вообще нужен вот здесь, в этой теме. То есть он может, не знаю, он может в лес пойти, по-моему, и то больше пользы он сделает, чем стоять вот так, и в итоге у нас тимбер стоит на легкой и получает весь фарм. В центре у нас стоит морф, но для морфа пока все хорошо, пока у нас ДК не получит шестой левел, все-таки дэмэджа у него много, он изначально перекачивается, и ДК никак не может этому помешать. В итоге крипстату морфа у нас от 12 на 7, кстати. Ну, очень классно стоит, действительно, учитывая, что у Драгонайта против него 5 на 1, это он может сейчас пытаться рискнуть убить курицу, и я думаю, он бы даже убил, если бы он вейв сделал сюда и дал тычку по курице, но не рискнул немножечко. Морфинг by maybe. Смотри, что делает у нас Doom. Смотри, что делает у нас Doom. Мне интересно, что он делает. Понимаешь, мне аналитику, вот что он делает. Он бежит за курицей. Ну, курица. Серьезно? Это он что, прикалывается, что ли? Это 6 миллионов долларов, вот он, муж на 6 миллионов долларов. Он хочет убить курицу, курицу у дайров. Окей, хорошо. То есть он думает, что он вот так вот будет выбегать, и курицу не заметит, и она будет вот так вот бежать, да? Хорошо, давайте посмотрим. Давайте, давайте посмотрим. Ну, что больше ничего интересного не происходит, на топе фармит геракоп. Вот он нас развлекает, а нет, он хочет напасть на Тимбера, которого он просчитал. И такой сейчас, и такой сейчас, говорит, сейчас я тебя просто Деваурером застаню, и все. А Тимбера еще, знаешь, он еще резвится с ними, он типа не хочет сразу делать Тимберчай, но нет, все-таки берет и уходит. В итоге, что мы видим? 6 миллионов долларов, дум пробегает, не знаю, полкарты, даже, наверное, больше, чем полкарты, стоит на месте, смотрит, не знаю, вот вдаль в пустоту или на красивый пейзаж и уходит обратно. Да, и просто ждет, не знаю, прихода. Да, теперь он идет наверх, понимаю, что немножко ошибся. Где, когда он сначала пошел наверх, где все были второго, а сейчас нам все четвертого, теперь надо пойти наверх, потому что я второго, сейчас он получит. Да, и вот нужно... И он сейчас умирает. Да, ему сейчас очень больно, вырывается с него герокоптер, начинает барражировать, очень много демиджа, с Дума влетает, и в итоге Дум пусть даже убегает. Очень долго думала здесь Нага, она могла его убить, сейчас будет еще один барреж, будет еще одни ракеты, Дум пытается бежать, у него нету горящей земли, догоняет его Блэк, и Блэк сейчас делает Ферстблат. Весь флэк Кэнон ушел в никуда, потому что Блэк сейчас поторопился. Но есть еще один барреж, на самом деле за этим можно наблюдать бесконечно, как у нас герокоптер гонит Дума. И вот он Крип, вот он Крип Палева, который спалил всю движуху, и в итоге это Ферстблат. Скажем тебе так, 6 миллионов долларов этому пацану явно не светит, это точно, но давайте все-таки... Ну в такие моменты просто первое, что мы думаем, о чем он думает вообще, то есть вот, что он хочет. И думает ли он вообще. Да, то есть... То есть, понимаешь, вот он бежал направо, вот если бы он просто бежал по прямой, вот так вот, да, как бегают обычные люди, то он бы выжил. Да. Но он побежал направо, и ладно бы он побежал, ладно, побеги ты вот так его беги, ты на базе, да? Но он вместо того, просто побежал к противнику. Как угодно побеги, да в любую сторону побеги, только не туда, не знаю, под любой тавр. Здесь, кстати, сделали минус дазл, ну и есть телепорт, но он отменяется. На самом деле очень скоро будет шестого левела, и у него уже по плану там будет уже аркан тапки. Если он возьмет аркан тапки, то этот пау вообще не запущится никогда. Да. И таким сетапом. В миде у инфлейма могут быть траблы, мор будет сейчас вейв от морфа, вот он вейв от морфа, инфлейм дает стан, но... Выживает, выживает, и на самом деле красава. ДК выжил максимум из того, что смог. Да, близок был, собственно, товарищ Мэйби от этого фрага, но не получилось у него сделать его. Весело. Ну, начало, не скажу, что скучное, довольно забавное. Doom левел 3 и гирокоптер левел 5. Сейчас будет шестой у гирокоптера и сразу будет минус Doom. Сетка от Наги, кулдаун, до свидания, Doom. Скорее всего, так они и будут делать. Ну, дождемся. Блэк, мы видим, нафармил немножко меньше, чем Акс и Морф. Ну, в принципе, то же самое, что Морфа. 33-12 Морф, 33-8 Блэк. Более-менее фарм... Здесь у Доминика идет на этой легкой линии, но и не забываем, что все-таки форсблат у него имеется. Что довольно важно. Ну и в миде, как же этого Драгонайта гоняют? У него уже 18-2. Да, Морф, как мы видим, если он получает преимущество, то он атакует. Если он атакует, то он начинает вас бить, и вам необходимо убегать, потому что за счет перекачки и всего остального он сможет вас разминать. И в результате Морф сейчас себя полностью окупает. То он доминирует лайн так, как надо. То есть, мэбби, в плане микро, мэбби у нас красава. То есть, он делает свое дело, но ДК получает шестой левел. Теперь каждый плевок против Морфа наступит очень много дамага. И Морфу теперь очень тяжело стоять, потому что он будет его просто так как здесь... Ну а куда? Типа Акса в мид сюда привезти? Или что Акс в легкой вообще для меня немного непонятная затея? Да в мид можно привезти кого угодно. Значит, не знаю, можно поставить рублик, Дума, что угодно, пусть просто стоят. Ой, я проблему Дазла. Да, значит, она бить, Дазл бежать. Но тут просто его Дум решил в соло замучить. Ну и, наверное, вряд ли у него получится. Да, Дума настолько 4 левел, и он вносит всего очень мало. Акс прилетел с даггером. На самом деле, кис, они развелись замечательно. Посмотри. Ох, и тут еще не смолкнуло. Посмотри, нету никого снизу. Это сигнал то, что сверху нужно отойти. Да, и сверху стоит вард. Вот здесь вот, чудесный. Да, и в итоге у нас... Который спалился. И в итоге цдек понимает, что они не смогут убить сверху. Они выходят на центр. Выходят на центр. Акс блестящий, говорит, прям под тавер Драгонных Найта. Подходит у нас Рубик, но не успевает. Но гонит, гонит. Подходит Дазл. Будет грейв. Нужно микрить в Майндгеймс. Нет, у нас не было никаких Майндгеймс. Дазл просто кино своего Драгонных Найта. И сейчас сам тоже погибнет. В итоге Драгонайт, который мог бы помочь, ничего не делает. Минус два делает Мэйби. Но это абсолютно какие-то... Я не знаю, как правильно назвать. Дикие Майндгеймс просто. О, дитя. Китайские Майндгеймс. Это значит, когда мы играли с Торнатор, по-моему, второй или третий сезон, когда мы играли с CLG. У нас был пачкат. Второй сезон. Да, в итоге у нас был пачкат. Он просто стоял на... Короче, он был на антимаге. Он стоял на месте. У него было мало ХП. К нему подошел Пупейка, остановил Бласт, а пачкат умер. В те времена у нас снизу умирает Тимир. На него прыгает такс, рубит ему голову. И в итоге, марафь чем? И когда они общались, они говорят, ну, я думаю, что ты, типа, замахнешься на каст, я там отменю, делаю блинг, а ты его отменишься, дела, я разверну. Ну, в итоге они, короче, пять минут обсуждали момент, когда просто антимаг подошел на Фидил, и было миллион аргументов, почему это было жестко. Ну, да. Пачкат с Пупеем. Ну, здесь то же самое. Здесь шикарный был момент, как бы, это можно долго обсуждать, почему здесь на Фидил. ДД, кстати, забирает тут энфлейм, очень четко от марфа, долстан убежал. Ну, яхт сделает блинг аут от Тавра, Джун перелетел сюда. Саркан Тапки, Джун, Джун пытается поевать, попасть сейчас Чакрама, мне попадает, но все равно это не поможет никак Аксу, который немножечко загулял. Да, и Тимбер у нас такая необычная картина, Тимбер у нас уже на Харлайне реально месит Акса, потому что все это время он стабильно получал левел, и несмотря на то, что у нас у Акса блинг, но по общим статам Тимбер-то у нас впереди, и в результате, в результате, пока для Кис все слишком хорошо, не считая вот того, того момента на центре. То есть ДК, по-моему, вообще не захочет даже рядом находиться со своим дазлом, рассчитывая на сейв, он просто будет убегать и говорит, ребят, вот пейте его, пусть он на себя Грейв научится кидать. Тем временем, я вижу там и на своем стриме Каспер открывает компендиум иногда, чисто для теста, ну давайте мы тоже быстренько глянем, потому что сейчас весь мир следит за одним, за тем, когда, когда вот здесь появится цифра, остается, остается просто 150 баксов остается, до 6 миллионов долларов. Да, и знаешь, такой гейб Ньювелл после этого такой просто берет, даже у нас не знаменит Мор, пытается Аксу, агрессия инфлейм, он начинает бить инфлейм, подходит у нас Мор, но инфлейм с ДД, это очень не круто, но он погибает, я думал, что умрет там Акс, но мы видим, да, не хватило ему чуток формы, вообще-то так вот, лучше бы сразу убежал, но, увы, не пошел тут гонится у нас за Морфом, Мор гонится за противником, уходит Акс, Акс нужно прыгать, давай, ай-яй-яй-яй, попался на Блинг, и в итоге простили у нас Тимберсова, Тимберсова, если так просто, да, Тренд протектор, где-то погиб от Блэка, Соло, Блэк, тут, просто Тренд протектор, не знаю, зашел, тут стоял Сентри Вард, Блэк, я так понимаю, просто саданул кулдаун и расстрелял, да, не ожидал, наверное, здесь дерево, что будет тут стоять Вард, а хотя у него инвизы нет, да, потому что он просто, четвертого раза зашел, и его гирокоптер просто убил, райт-кликом, у гирокоптера, вот я джакалокоптер, таких люблю называть, у гирокоптера есть Аквила, скоро будет барабан, и есть уже Фейзы, и Яша, без Яша никуда, дальше, дальше у него будет Доминатор, Яша и поехали, то есть дефолтный набор, прям вот то, что рекомендует Дота покупать, то он и покупает себе, 10 минут игры, за нами 2,5 тысячи голды ведут LG DITZ deck, ну и по XP они тоже впереди, и 750, там 800 experience, как говорит Dread, experience, там Каспер просто обновляет этот компендиум, не может дождаться уже, когда же будет этих 6 миллионов, Каспер, наверное, уже ожидает увидеть, что там наши следующие цели, на 7, на 8, в конце там, не знаю, на 50 миллионов, чтобы возможно, прикинь, наберут такими цены. Да, 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 Valve, я думаю, что они должны будут выпустить какой-то суперблог прямо сегодня, где они напишут, что мы даже не ожидали, что 6 миллионов. Мы не ожидали, ребят, спасибо, что они все пожертвы. Не, ну просто они новые скретч-голсы не поставили, просто в прошлом году они явно было видно, что они не ожидают получить 4 миллиона долларов, они поставили на 4 миллиона долларов, мы выпустим Гоблина, Т-часа, и все, ну типа, вы выберете, какого героя мы выпустим, да? Которого они бы и так выпустили. Которого они и так выпустят, да, это понятно. Ну суть в том, что... Суть в том, что Valve разводят вообще наши коммунтики. Они никого не разводят. Именно они делают вот это вот неожиданно, ой, ну как так? На самом деле, я когда вот знаю реальные цифры из League of Legends, из других ММО-проектов, я понимаю, что там как бы суммы в 10 раз больше, наверное, чем вот эти 6 миллионов долларов. Поэтому, ребята, нужно догонять. Нужно срочно догонять. 6 миллионов долларов это же чистый призовой. И мы же не говорим о том, что 25% только уходит в призовой. А 75% в аксу Билл Тимбера тем временем снизу. Понимаете? Да, понимаете? 6 миллионов долларов это как бы вы отдаете... Это только 20%, которые вы отдаете игрокам, а 70% вы отдаете Гейбу. То есть на самом деле Гейб... И Гейб заработал уже 20 лямов. Гейб 20 лямов. Гейб себе может, не знаю, купить кого-то футболистов, на числе. Захочет. Или футбольный клуб, или какую-то страну, или пол-Африки. Да, и чем больше мы будем позвать призовой фонд, тем богаче будет становиться Гейб. И на самом деле, знаешь, вот когда ты говоришь призовой фонд, 20 миллионов долларов, такие ура, ура, ура. Но когда говорят, мы дали Гейб, там сколько, 20 миллионов долларов, такие думают, что же мы делаем, ребята? Еще один человек становится богаче, а мы беднее на ваших глазах. Мы становимся богаче душевно. Смотрим Доту. Да, на самом деле, я просто добавлю, что... Гейб нормальный мужик. Нет, Гейб просто делится. На самом деле, вы не думаете, эти деньги получают все и комментаторы, игроки, и веставторы. Да, просто есть очень плохие люди, которые, например, зарабатывают кучу денег и не делятся, и еще и крадут эти деньги. Да, а Вальвы, мы знаем то, что Вальвы делятся, и на самом деле, они эти деньги заслужили, как мы работаем. Спасибо им за то, что они Доту подхватили, потому что у Близарда, мы лично я писал. Ни копейки бы мы не получили, наверное, за все... Это 100%, тупо не гроша. То есть за сколько там, не знаю, за 5 лет, которые мы играли в Доту 1, да, там, и я там, наверное, выиграл, не знаю, больше половины турниров, за один турнир Вальвы, я, наверное, выиграл, не знаю, в 100 раз больше, чем денег, чем за все турниры, которые я выигрывал на платформе Близзард. Да, если Дота 2 была бы от Близзард, это было бы точно так же прибыльно для... Для Близзард, но не для кого... Как Старкрафт, да, только было бы прибыльно только для Близзард. И все. И еще бы в Доте была бы месячная подписка. Как в Вове просто. Вы еще должны были платить и ни копейки бы не получили с этого турнира. Да, да, это факт. И никаких рарочек, и морталов и так далее. Ладно, хватит тут сравнивать. У нас игра правда очень сильно успокоилась и стала намного менее веселой, подвижной и забавной. 6-3 по-прежнему счет. И я скажу, что на самом деле это неожиданно, потому что для CDK нужно атаковать и нападать, потому что видим, как-то что-то делает на центре Рубик, к нему подходят три героя его забирать. Вопрос, что вообще делал Рубик здесь, когда вообще никого не видно на карте. Он гулял, он уграл, он украл крам, который тут же с него спал, но суть не в том, суть в том, что он гулял. Я уже хочу, наверное, какого-то экшена, чтобы как-то сис пошли драться. Сменить тему, да? Ну да, да, потому что тут морф, морф на инфлейм, а инфлейм, бобо, но мы пробить его не так уж и просто. Это у него в три Драгонблат. Шесть миллионов долларов призовой фонд. Все, можно продолжать. Шесть миллионов долларов, и это фантастика. Срочно выбирайте то, следующие цели, которые вы хотите видеть в Доте 2. Я сразу скажу, ребят, это не герои, потому что герои выйдут вот так. Просите Рарки, просите Имморталки, просите что угодно, что нужно именно вам. Просите, чтобы IceFrog комментировал Гранд Финал Интернешнл. Вот, вот это те самые цели. По-моему, это офигительный будет просто-напросто IceFrog, смотри, у нас делает, что, за 20 миллионов долларов я покажусь на Интернешнл третьем, и у нас, наверное, за день просто сходу люди задонутят так, чтобы, ну, чтобы сие действия было. Да, действительно. Чтоб нельзя было пойти на попятные, мы видим уникальный зрелищик, как у нас демон, тут раздерва живого вата, такие крипы у нас только побили, что врывается Морфлинг, забирает его под гривом, нагрюзает сон, причем она его не спасла, и подходит движуха Пепси. Подходят они к Морфу, дают стан, и нужно, нужно перейти. Ну и перекачивается, и уходит, ло-ло-ло, я водитель его в миду шел, все нормально. Морф один в четыре просто, изи тащит катку для своих пацанов. Так, у нас пока графики, уже 5000 голды, у нас и 3000 эксп, потихонечку у нас СДК лидирует, благодаря тому, что у них хороший герой, и врывается на гирокоптера, врывается на гирокоптера, гирокоптер начинает всех расстреливать, у него есть тики, у него есть доминатор, и живой-живой по-прежнему, он мог бы развернуться, почему же он не развернулся, это сразу? Доминатор, с которым он отхилился, доминатор, который дал ему статы, и доминатор, благодаря которому гирокоптер вижер, вот так надо собирать гирокоптера. Не надо собирать какую-то гадость, надо собирать то, что надо. Статы, да, статы и быть мужчиной. Вот я, нет же, как логерокоптера, снизу, снизу проблему у инфлейма, ну тут той инфлейм точно погибает, еще дум. Короче, кисы фидят вообще во всех частях карты. Ну действительно, на ровном месте. Снизу, сверху, снизу, сверху, то есть у нас цдк, благодаря тому, что его отца есть блинк, он его уже реализовал, наверное, на раза три. Да. Да. Ну что, продолжаем наблюдать с вами за игрой, и... на топе, гирокоптер. Сейчас опять-таки мы видим, что не получилось его убить, и сейчас должен, наверное, блэк карать на своих тиммейтеров. Типа, ребят, я тут живу как могу, а вы там фидоки. Редчайшие. Да, и нужно что-то делать. Вообще, вот, посмотрим, то для кисов вообще не нужно какие-то пушить, какие-то товара, и все, что их возможность выигрывать тимфайт, это БКБ на Драгонкнате, БКБ на гирокоптер, тогда они могут спокойно идти и забирать товара, потому что сейчас у них герои, ну, мягко скажем, танковаты, и просто это нужно набирать, потому что если они выйдут в лейтгейм, то это просто жара, это Наггер, Дазл, Даггенс Найт, гирокоптер, не знаю, это самые жесткие герои в лейтгейме для 5 на 5, они объединяются вместе по Тимберсол, который... Ну, это да, это забей, то есть, я не знаю, что они будут делать. И зачем они идут на товара, потому что если мы глянемся, дек вообще никуда не уходит, то есть, они забрали два товара в начале игры и все, и ничего не произошло. Кис забрали один, ну и дальше они просто бегают и фидят, вот допустим. Ну, с дек ведут, вот за счет этого фида, как бы по чуть-чуть-чуть, но он ничего не делает, не имеет 5000 голодей преимущества, 5000 экспы фактически. Да, то есть, у нас пока... Это более-менее хорошо. И деревья, дерево, то есть, у нас выхиливает товара и все хорошо. И харасс вообще он бесполезен, то есть, этот харасс никому не нужен, тут нужны просто... Короче, суппорт нага отстой, вот он вывод. Ну, пока да, то есть, вот именно такая суппорт нага, получается, что она даже никого не засейвила, вот за... было 3 смерти, она даже никого не засейвила, она завязала сон, когда уже Дазл умер, то есть. Это далеко не EGM на прошлом менте. Да, толку так нею, но потенциал, на самом деле, у него хороший, вот в этой игре. Так, ну что, здесь в инвизе, вдоль леса, прогибает, пробирается, Акс прыгает, Акс, ну кого-то хотя бы надо саглить, саглил Инфлейма, Инфлейм, проблем у него огромные, здесь дерево ультануло, Инфлейм по-прежнему живет, подожгли у нас Тимбера, Тимбер вынужден уходить отсюда, Инфлейм сейчас погибнет, Инфлейм, последняя тычка, минус Инфлейм, четко, сейчас все сделали, и LG Ditz Deck, Black тоже должен погибать, да, Акса похоронили, но Black в таверне, Джун пытается уйти, но нет минус, Джун 4 в 1, отличная игра от команды LG Ditz Deck, просто супер. Блестящий замес, да, попали всем во всех. Ну, Doom красавчик, вот в самом, в самом, в самом этом он выбрал идеальную просто цель, ну что, если бы Тимбер сейчас все это раскастовывал постоянными чинами, постоянным чакрамом, это было бы настолько больно и неприятно, а в итоге Тимбер у нас всю драку просто медленно пешком убегал. Да, и в итоге у нас получаются отличные комбинации, в результате того, что единственный Magic Damage, который именно такой жесткий, Тимбер его затыкает Doom, а остальные 4 героя для производства демиджей нужно бить с руки, и тут у нас в бой выходит тренд, то есть связка, на самом деле, получается, да еще на такой стадии вообще дикая. Да, великолепно, действительно, связка, но мы видим, что Morph 1500 голды, что ли, подожди, это что, все, что у него есть, а ну, это нормально, я считаю, длинни Ленка, Квилла, да, там учитывая, что у нас экшн постоянно. 20-ая минута, я забыл, что 20-ая минута. Опять-таки, привет всем тем, кто кричит, что китайская дота терпильная, ну, если честно, вот сегодня, даже тот матч, который комментировал Витя про 117 минут, это я вам не скажу, что это было терпильная дота, нормально классная дота на квалификациях, не вижу терпильства, сетка в Рубика, Рубик отбрасывается чакрамом, прыгает на него, дерево пытается выхилять, ну, смотри, как хорошо дерево-то выхиливает Рубика, они могут его убить, там гирокоптер дает кулдаун, минус, дум, морф, морф, сейчас будет мана на вейв, вот он вейв, нага, нага жива, по-прежнему, и гирокоптер настреливает очень больно, ну, и тут хорошо получилось все для ЦИС, потому что не собранные, и не фуловые были ЛГД. И не синхронно, то есть, Акс вообще никуда не прыгнул, вот Игорь, он сейчас в центре хочет ворваться на тимбер, он БКБ, кстати, скоро купит, скорее всего. На жадного тимбера, который хочет у нас пофармить центр, но и постепенно у нас ЦИДЕК дальше захватывает преимущество, то есть, у нас 7500 голды, 7500 экспы, и морфлинг пакует себе шутган, когда морфлинг пакует себе шутган, а у вас бегает Даззл, восьмого левого, у которого 700 кп, это чувствуется, что будет опасность для этого парня. Это просто так. Да, ну и нага, то есть, нага у нас тоже тощая, то есть, пока, пока все просто шикарно для ЦИДЕК. Ну, это надо им просто доводить до ума, опять-таки, надо им, как и в прошлой игре, мы об этом говорили, им надо драки начинать первыми и вместе. Все, если Акс хорошо прыгнет, или если подожгут тимбера, или просто не дадут ничего сделать тимберу, все, это ГГВП. Да, потому что, если мы глянем, есть у нас гирокоптер, но пока гирокоптер у нас слабоват, у него есть Блэкинг Барн, у него абсолютно нет дамага. И вот этим героям, Аксу, там, с 1500 хп, Думу, с 1500 хп, Мико, им так пофиг на него, они просто бегут и убивают Акликом его. То есть, Блэку нужно срочно где-то свои артефакты нафармить. Но фармить тяжело тут. Всякие морфлинги бегают по твоему лесу. Ну да. И ты им не сделаешь ничего. 7500 голды, даже больше, 8000 голды и 7500 экспы ведет сейчас команда LGDizDeck. Команда, которая начала печально, начала с 0.3 и уже имеет 1.3. И, в принципе, если здесь все будет хорошо, может закончить сегодняшний день со статой 2.3, что будет очень, очень хорошо. Да, здесь мы дальше видим, как у нас морфлинг начинает идти по... Атака от LGD. Атака от LGD. Так, 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 так. Да, давай, давай. В очередной раз начать первыми. Тот, кто разводит, ну и люди, только они разводят, они вот, и сюда, иди сюда, мой хитрец. Уже поняли, что это реплики. Ну, они потом поняли, да, что эти как-то, как-то ребята не ведутся и просто решили пойти забрать Рошана. Причем Рошана они заберут довольно быстро. У нас есть пассивка от Дума. Есть также Морд перекачанный с дабл демджем, которому сюда лучше не заходить. Да, ну и у Морпа сейчас мы видим 149 плюс 212 демджа. Это опять-таки с 30 процентов демдж инкриза от волка. И от его ауры просто идеальный, наверное, крип для Мэйби и для команды LGD. Дэк. У нас расходятся. Пихонечку кис, они забрали, они видят, что забрали Рошана и убегают наверх. Убегают на верхний Тауэр, хотят его побыстрее забрать, пока у них для этого есть время. Это на самом деле отличный шанс. Учитывая то, что можно стянуть противника, то игру ты будешь... Ну а противник, который стягивается по одному, он намного слабее, что уже было доказано. Нет ТП у нас в Морпа, нет ТП у Трент Протектора. Это, скорее всего, будет халявный Тауэр. То есть сейчас... Да нет-нет-нет, ты смотри. У кис сейчас был шанс реально начать первыми и драться не нашли нас перед поднимем Тауэром, потому что, смотри, Морп, он находится очень далеко и Трент Протектор только подходит к драпу. То есть это был шанс, но в итоге они пробежали всю карту в смоке, подошли к Тауэру, нанесли им пару пичек и Трент его сейчас отхилит. Вот вопрос, зачем они сюда бежали, если они не были... Они уже не знают, что делать, но есть мнение, что действительно сейчас ЦИС не особо понимает, что делать. Они хотят сыграть сверхосторожно, потому что они поняли, что в драке 5 на 5 у них пока шансов нет, им надо как-то цеплять и вот пытаются как-то растягивать, ну а в итоге получается это так, что Блэк фармит лес и 4 пацана тупо бегают за ним. Все. Так, когда Блэк вошел в стунащик, вот когда ЦИС были, я так, конечно, не в обиду Блэку, но когда ЦИС были без Блэка, я помню, что они убивали там, вот уж наш врыв. Они брали снайперов там и так далее. Вот тут вырыв на Тимбера, начинает фокусить Тимбера, подходит Даззл, вырывает сон Нагой и нужно бежать. Ни в коем случае здесь нельзя драться, потому что... Будут, будут, будут. Кулдаун полетел уже в Акса. Акс БКБ, пофиг на кулдаун. Акс. Кулдаун никого, бежит Акс, у него сейчас будет блинк, но нет, Нага стопит иллюзиями, ввязает... Робик, форстаф, поймали Нагу. Больше никого, но Нага идет хорошо. На, просто вот. Слэмданг от Акса. В итоге, опять-таки, неправильное решение, дали рассказ, они уже понимали, что им там ничего не светит, рассказ зачем-то дали, а кулдаун потратил Блэк, Блэк, а толком... Ну, блин, что у БКБ у него есть. Но БКБ сейчас не поможет ему никак убить в этих героях, которые уже встречали в Досте. И вот, почему нельзя драться? Когда у Акса БКБ, нужно развести его на это БКБ, когда доставить его проезжать, убить, но если ты даешь сон и во время сна Акс взять БКБ, то ты сам себя убиваешь, потому что он в итоге входит в драку с 10-ти секундом БКБ и ему тут 4 героя, считай, 5 героев ему в этом БКБ ничего не сделают. Ну что ж, параллельно на третьей нашей трансляции закончился матч LGD против Аренда, ну и Enigma Аренде не помогла. LGD выигрывает свой четвертый матч, 4-0, по-прежнему прогнозы команды LGD. Прогнозы на то, что команда LGD станет топ-1, они работают, и LGD идут без поражений, ну а у Аренды, у Аренды все не весело, у Аренды 2-3 становится, и теперь им надо смотреть на другие матчи и вообще следить за происходящим. На первом стриме КГТ выиграет СМБ. Ну и как-то абсолютно неправильно опять-таки сейчас сыграли и ребята из LGD, то есть опять врывались они как-то разразненно, ну, не стоило бросать, конечно же, Doom на Блэка, да, там... Ой-ой-ой, на Блэк, Блэк, что ж ты делал? Что ты здесь делаешь, братиш? У тебя же Акс, Акс пробивает Грейв, Грейв тебя не спасет, Блэк выходит и умирает. Это такой трэш, Доминик, 42 секунды сейчас без майнкерри, ошибка от Блэка, который может решить все, морф, шотгана, минус, минус Даззл, врывается Акс на двоих, цепляет Джуна и Флейм, а Инфлейм минус, Акс очередной слэмданк за Джуном Погоня, но не дожидаются ГГВП. Ну, короче, ЦИС, эээ... Ну, пока они выглядят очень слабо, все, что я могу сказать. Когда ЦИС были, ну, по крайней мере, без Блэка, да, простите меня, Блэк, они выступали действительно ярко, нестандартно. Сейчас у нас ЦИС берут таких, знаешь, стабильных героев, чтобы выигрывать 5 на 5, но ты смотришь на это и понимаешь, что они вообще не понимают, что с этими героями делать. Да, согласен. То есть лучше были ребята креативили своими снайперами, потому что со снайперами у них там игры... Ну, у них действительно было весело со снайперами, а сейчас у них, если честно, какая-то... ну, какая-то непонятная... Восьмешка. Непонятное уныние немножечко. Ну что, мы с вами сейчас ждем того, пока обновлятся у нас статистические данные. Я же вам сразу седьмой и последний тур сегодняшнего дня выведу на экраны, чтобы вы знали, какие матчи у нас будут в последнем туре. И чтобы вы знали, зачем следить, у нас на нашем стриме будет интересный матч LGD против TongFu. В прошлом году как-то, наверное, повеселее звучал бы этот анонс. Это в этом году как-то так. Ну, LGD и TongFu, ну, типа, окей, окей, что ты поделаешь. Ну что, смотрим турнирную таблицу. Видите, призовой фонд уже 3000 сверх 6 миллионов. Так что продолжает расти и увеличиваться. Скажем так, турнирная таблица на ваших экранах. Два матча шестого тура закончились, два матча еще идут. Напомню, что на стриме под номером 1 HGT со счетом 28-10 выносит CNB. Ну и на стриме под номером 4 TongFu выигрывает у New Element. Турнирная таблица LGD 4-0, Dreamtime 3-1, HGT тоже 3-1, но у HGT там буквально сейчас с минуты на минуту будет тоже, наверное, конец матча будет 4-1. New Element 2-2, New Element пока проигрывает свою игру у TongFu, скорее всего, будет 2-3. Ну, у TongFu будет 3-2, CIS уже 2-3, Аренда 2-3, LGD ZDEC 2-3, Speedgaming CNB, мы видим пока аутсайдеры, 1-3 Speedgaming, CNB 0-3. Ну, у CNB есть еще сегодня матч, CNB сегодня еще играет с LGD China. Это тот самый перенесенный матч второго тура, который будет сыгран на нашем четвертом стриме в самом-самом конце. Седьмой тур, я вам показываю, как я обещал, какие матчи в седьмом туре состоятся. На первом стриме Аренда сыграет против CIS, на нашем стриме, на втором LGD Gaming против TongFu, NewElements играет против HGT, на третьем стриме Speedgaming China против Dreamtime. В принципе, Аренда CIS интереснейший матч, но во всех трех остальных матчах очень яркие фавориты есть, это LGD, HGT и Dreamtime. Но, в любом случае, мы уходим с вами на перерыв, вы переключайтесь на наш первый стрим, там идет игра и обязательно следите за тем матчем. У нас 20 минут приблизительно сейчас пауза, может быть немножечко меньше, ну и вернемся через 20 минут на эту игру. Переключаемся на первый стрим, ну и смотрите, все трансляции вообще мультитвич никуда не уходят.